Я училась у Юрия Николаевича с 1993 по 2000 год в Московской консерватории. Это было очень счастливое время. В первую очередь потому, что это было время, когда ты чувствовал себя абсолютно защищенным. Потому что в твоей жизни был человек, которому всегда можно было прийти с любыми твоими идеями, не только довольно наивными научными идеями, но с какими-то творческими идеями. Или просто прийти за каким-то советом. Потому что рядом с Юрием Николаевичем возникало ощущение абсолютной гармонии, абсолютного спокойствия. При том, что дистанция между педагогом и учеником и огромное уважение, которое мы все его ученики испытывали к нему, никуда не девалась. Она сохранялась всегда, но при этом всегда было и ощущение родительской теплоты. Неслучайно его и звали Дарфатор. Собственно, он был для нас всех отцом. И очень важно, что эта защищенность давала и его способность научить видеть логику и видеть закономерность во всем. Даже в самых сложных ситуациях, даже в самых сложных научных проблемах он учил делать сложное простым и находить закономерности. И вот это мышление, особенное мышление, которое позволяет находить закономерности, потом помогало нам во всем, не только в нашей научной работе, или педагогической, или творческой работе, но и в каких-то элементарных жизненных ситуациях. Если же говорить о каких-то музыкальных открытиях, которые дал нам его курс, то я могу сказать, что мне, как исполнителю и педагогу, я не стала ученым, но я стала исполнителем и педагогом, очень помогал тот тип слуха, который, безусловно, воспитал его метод. Это был анализирующий слух. Для исполнителя очень важно формирование предслышания, то есть формирование звукового образа того материала, который ему предстоит сыграть. Звукового образа, который должен непременно предвосхищать, собственно, момент исполнения. И до курса Юрия Николаевича я не очень понимала, как это делать. Курс Юрия Николаевича всех научил как раз выстраивать этот звуковой образ, причем, поскольку он знакомил нас с элементами самых разных музыкальных стилей, мы научились различать эти стили, понимать, как они устроены, понимать их элементы, понимать особенности формообразования, но и не только, особенности их выразительности, особенности того мира, который они создают для слушателя. И на основе понимания этих закономерностей создавать вот этот звуковой образ.